МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Чебоксарский электромеханический колледж. На базе учебного заведения научно-производственный комплекс «Элара» открыл ресурсный центр подготовки рабочих и специалистов по производству и обслуживанию высокотехнологичной электроники. Мы будем знакомиться с профессией монтажника, радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Оказывается, в электромеханическом колледже обучаются не только студенты, но и школьники. После 11 класса я собираюсь поступать на факультет, связанный с радиоэлектроникой. И для этого мне пригодится все то, что я изучил в Чебоксарском электромеханическом колледже. На курсах углубленного изучения физики. Мы здесь изучаем фоторезисторы, транзисторы, конденсаторы. Физика в будущем мне очень пригодится для поступления в Казанский авиационный институт на инженера. Возможно, моя будущая профессия не будет связана с радиоэлектроникой, но сейчас мне это нравится, поэтому я выбрала этот профиль. Один раз в неделю эти школьники изучают радиоэлектронику в Чебоксарском электромеханическом колледже. Такое увлекательное занятие они выбрали для себя сами. Это элективный курс. Предварительно изучив устройство радиоприемника, усилители высокой и низкой частоты, ребята пытаются выстроить электрическую схему на плате знаток. Для Даши собрать УКВ радиоприемник не составляет особого труда. Она справляется с задачей даже раньше некоторых ее одноклассников. Пока проходила элективный курс по радиоэлектронике, научилась многому. Мы собирали роботов, писали программы, делали вертолетик, изучали фоторезисторы, транзисторы. Измерять напряжение с помощью специальных приборов питания, наблюдать форму и частоту сигнала, амплитуду посредством осциллографа. Всему этому и не только школьников научил преподаватель, профессионал своего дела. Это у нас промышленный радиоприемник, работающий. Вот такой приемник вы собрали своими руками. Но, естественно, здесь уже своеобразный дизайн, форма приемника. Притом диапазон приема одинаковый. Здесь УКВ принимает, и тут УКВ принимает. Юрий Иванович учит школьников играючи, но зачеты принимает строго. Работа выполняется в таком темпе. Теоретическое обучение и обязательно 50% и более практическая работа. Потому что любая учеба – это игра. Когда мы учимся, играя, собираем различные схемы и добиваемся определенные результаты, они от этого получают огромное удовольствие. Кроме этого, интерес к учебе. Если в следующем году будет возможность прийти сюда, я обязательно приду сюда учиться на курсы радиоуприемники. Чистота, порядок и люди в белых халатах. Студенты так похожи на врачей. Хотя людей они не лечат, но с техникой разбираются в два счета. Починить сломанный телевизор или заново собрать старый магнитофон – для них пара пустяков. Здесь занимаются специалисты технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники. Ребята здесь производят монтаж печатной платы, конкретное устройство для электронной промышленности нашего города. Ребята грамотно умеют уже чертать чертежи, монтаж производят грамотно. Вот сейчас ребята устанавливают. В данном случае, видите, здесь производится монтаж провода на печатную плату. Здесь Алексей производит монтаж светодиод на печатную плату. Посмотрите, пожалуйста. Монтажный класс на 18 студентов с новейшим современным оборудованием дублирует цех предприятия «Элара». С электромеханическим колледжем завод работает с момента основания предприятия. Все эти годы монтажники и регулировщики радиоэлектронной аппаратуры, станочники практиковались на «Эларе». С открытием ресурсного центра условия обучения максимально приближены к условиям работы на заводе. Копируют его производственные цеха. Ребята конкретно собирают устройство, которое называется реле стабилизации времени. То есть это релейное устройство, релейная защита, которая идет для включения и отключения света. Светло стало? Отключилось электричество. Потемнело? Отключилось. Вот это они сейчас учатся или это будет как-то использоваться? Дело в том, что это не учебная плата, не макет учебной платы. Это уже изделие, которое идет на производство непосредственно. Оно будет задействована в определенной цепочке радиоэлектронного устройства. А сколько примерно составляет время скорки? Ну, примерно где-то полтора-два часа. В зависимости от того, кто как паяет, кто быстрее, кто медленнее. В данном ресурсном центре ребята обучаются профессии монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, которые целенаправленно идут на ОАО «Элара». Также мы готовим по профессии радиомеханик, регулировщик радиоэлектронной техники и специалистов по специальности техническое обслуживание ремонта радиоэлектронной техники. Данный ресурсный центр оборудован полностью по типу ОАО «Элара». Все оборудование такое – столы, антистатические полы, покрытие, оборудование, инструменты полностью идентичные. Современная техника состоит из множества отдельных деталей. Чтобы собрать, например, телевизор, нужно не только знать, как работают те или иные схемы, нужно правильно и аккуратно установить эти элементы. Такой работой занимаются монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Монтажные операции – основной этап производства радиоэлектронной аппаратуры. Специалист этого профиля должен обладать твердой рукой и точным глазомером, отличной координацией движений, вниманием, аккуратностью. Без этого не обойтись. Тонкая работа требует полной сосредоточенности, поэтому много времени уделяется владению навыками монтажа, спайки, слесарного дела. Многие работы выполняют машины, но там, где требуется особое внимание, не обойтись без ручной сборки. Школьникам интересно все, что здесь происходит. «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай сделать самому, и я пойму». Китайская пословица явно имеет право на жизнь. Обработать монтажный провод, поработать с печатной платой даже школьникам по силам. Такое на лабораторных занятиях по радиоэлектронике они еще не проходили. Вот здесь на регуляторе выставляется определенная температура для определенного припоя. Вот возьми в руки паяльник, как держишь, вот так вот нужно держать, да. Вот это называется припой. Когда нажимаешь на припой, припой должен расплавиться. Берем проводок, вот так вот вкручиваем, коснуться, держи, припой растекается. Вот, убираешь. Вот, все готово. Около 200 монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов ежегодно выпускает Чебоксарский электромеханический колледж. Выпускник получает квалификации контролера, монтажника, регулировщика, слесаря-сборщика, слесаря-механика, радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Эта профессия преимущественно женская, но в ресурсном центре колледжа занимается всего одна девушка. Когда я закончу учиться, я планирую работать на заводе «Лара». Я планирую заниматься регулировкой, настраивать изделия. Если я буду работать не на заводе, то я смогу чинить любую, ну, любые вещи, которые, например, в доме, микроволновке, телевизоре. То есть это очень пригодится. С появлением новых технологий и нового оборудования все больше молодых людей стремятся получить профессию монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Сергей – студент второго курса. Поначалу он так же, как и ученики сороковой школы, проходил в электромеханическом колледже элективные курсы. А потом уже стал студентом этого учебного заведения. Меня это начало интересовать еще с детства, когда я разбирал свои машинки, и у меня не получилось их собирать обратно, ну, на пульте управления. Ну, вот после этого мне стало интересно, как они устроены и по какому принципу работают. Чтобы стать монтажником радиоэлектронной аппаратуры и приборов в Чебоксарском электромеханическом колледже, нужно учиться 10 месяцев после 11 класса и 2 года и 5 месяцев после 9. При поступлении абитуриентов ждет конкурс аттестатов. Обучение бесплатное. На базе 9 классов ребята поступают на техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники. В рамках учебной программы они получают и профессию монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Много желающих получить эту профессию по вечерней форме обучения. Это преимущественно взрослые люди, которые сами оплачивают обучение, либо за них это делает работодатель. Эти ребята у нас устраиваются как монтажники, регулировщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Они работают, наши выпускники, на разных предприятиях города. Это на предприятии Элара, очень много наших выпускников. И регулировщиками, значит, монтажниками радиоэлектронной аппаратуры и приборов. На таких предприятиях работает и Экро, электропаратный завод, ВНИИР, АБС, автоматизация. На многих предприятиях, где есть, практически на всех предприятиях, где есть электроника, где появят платы, где собирают шкафы, где идет настройка, регулировка. В ближайшее время в электромеханическом колледже появится регулировочная мастерская, участки формовки, промывки, такие же, как на Эларе. В итоге будет создано мини-производство, чтобы монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов учились в условиях, максимально приближенных к реальным. Таким образом, выпускники Чебоксарского электромеханического колледжа смогут работать на любом, даже самом современном оборудовании. Ведь эти специалисты востребованы не только в республике, но и за ее пределами. Учебное заведение поддерживает тесную связь с выпускниками. Профессиональные преподаватели. Все время устраиваются выставки тех творчества. Там люди даже на российские, всероссийские выставки ездят. Были даже случаи, когда люди изобретали что-то свое и патентовали это. Я сюда шел обучаться уже с тем намерением, что я действительно пойду на Элару. Вполне уже осознавал, что меня ждет будущее. Монтажницы, монтажники, которые у нас работают, они уже собирают само изделие, готовый блок, который впоследствии приходит к нам на настройку и регулировку. После проверки работоспособности мы их отдаем, и они уже идут дальше, собираются в системы на АЖД-тематику, на авиаприборную тематику. Рабочие места, которые создаются на предприятии Элара и других предприятиях электротехнической отрасли, это безусловная гарантия трудоустройства для всех выпускников Чебоксарского электромеханического колледжа. Тяжело ли было устроиться на работу? Вашё там в конкурсе? На работу устроиться, в принципе, может каждый. У нас есть отдел АРУП, он занимается набором персонала, то есть можно прийти туда и ознакомиться с списком, который там висит, то есть какие кадры в данный момент необходимы для предприятия. Устроиться можно после учебного заведения у электромеханического колледжа. Есть связи, которые позволяют отправить в то или иное предприятие учеников, то есть по желанию у тебя спрашивают, куда ты хочешь. Сложно ли работать на предприятии? Какими качествами должен был дать человек, чтобы хорошо работать? Сложность работы напрямую зависит от твоих знаний. Чем больше ты знаешь, тем лучше будет твоя работа. Сложности никакой работы нету, потому что тебе, в принципе, нужно следовать документации, которая там есть, и там все расписано. На каком вы оборудовании вообще работаете? Какое, импортное или наше? Оборудование, которое у нас стоит, оно импортное. Есть даже образцы, которые были в свое время первыми в России. Завод у нас любит экспериментировать с этим в этом плане. То есть все самое новое и инновационное стараются использовать. Профессия монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов одна из важнейших профессий в современном мире. Мире электроники, автоматизации и технического прогресса. Поэтому сборка, например, DVD-плеера, компьютера или системы автоматического управления курсом воздушного судна – дело увлекательное, но далеко не простое. Но желающие всегда находятся. Редактор субтитров А.Семкин